В 4 часа утра в домах офицерского состава неизвестный похитил из припаркованной во дворе машины сумку с документами и банковскими картами, которую владелец позабыл в иномарке. От множества подобных случаев этот отличает то, что владелец автомобиля наблюдал за криминальным рейдером. Мужчине не спалось, и он вышел на балкон. Выкуривая сигарету, обратил внимание на человека, который в гробовой тишине ходил по двору и присматривался к стоящим машинам. Ещё через полминуты мужчина понял, что видит вора. Тот, подсвечивая фонариком, пытался рассмотреть через тонированные стёкла автомобилей, не лежит ли внутри чего-нибудь ценного. Когда злодей добрался до Тойоты Хабаровчанина, тот окрикнул незнакомца. Преступник отреагировал мгновенно, но вовсе не так, как планировал наблюдатель. Мой муж стал кричать. Что кричал, не знаю. Он взял булыжник и выбил стекли. И побежал. Разъярённые супруги выбежали во двор, потратив на одевание меньше минуты. Поблизости уже никого не было. Обежав прилегающие дворы, автовладелец подозреваемого не нашёл. Как и сумки, которую по чистой случайности этим вечером оставил на заднем сидении. Да что самое обидное, что он всегда забирал. А сегодня просто, ну, забыла ещё. Ну ладно, останусь. Просто вот именно сегодня. Приехавшим полицейским потерпевший дал небогатое описание налётчика. Средний рост, тёмная одежда. Машину семья ставит под окнами постоянно. Однако ничего подобного раньше не случалось. С места происшествия Евгения Куликова, Анна Пак и Алексей Овчинов.